Светлана Гончарова Здравствуйте, Светлана Анатольевна. Здравствуйте. Давайте все-таки начнем с такого вопроса, почему сотрудники больницы решили принять участие в конкурсе на звание лучшего врача? Ну, я думаю, что вот в преддверии нашего праздника, Дня медицинского работника, мы каждый год вообще проводились эти конкурсы. Но все это было как-то на местном уровне, да? Мы ежегодно проводили конкурс медицинских сестер и врачей, но все это заканчивалось, так скажем, в Севастополе. А сейчас, когда мы наконец-таки в большой стране, мы хотим показать себя, научиться у других. То есть, по сути, выйти на новый уровень совершенно. Да, выйти на новый уровень. Я хочу сказать, что у нас есть тоже чему поучиться. Мы тоже профессионалы. Можно сказать, у вас есть свои достижения, свои ноу-хау, которые внедряются сегодня в жизнь. У нас младенческая смертность, например, самая низкая была как в Украине, так и сейчас в России. За счет чего это удалось достигнуть? Ну, наверное, за счет профессионализма. Конечно, оснащение оборудования было не такое хорошее, как сейчас будет. Как везде по стране, скорее всего. Да, наверное, мы своей головой, своими руками тоже могли. С каким оборудованием приходилось работать последние 20 лет? Старые, конечно, наркозные аппараты, старые кювезные аппараты, УЗИ-аппараты тоже. Представляете, 20 лет не было модернизации, так скажем. И все эти когда-то новые аппараты, они уже постепенно устарели. То есть рентгеновские аппараты у нас из 60-х годов, да. И вот сейчас у нас недавно... И они до сих пор работают? Ну вот, уже не работают. Вот, и недавно вышел из строя у нас аппарат эхоэнцефалоскопии, который 83-го года выпуска, который честно работал. Сейчас вот благодаря вхождению в Россию мы стали по программе модернизации получать новое оборудование. За 10 месяцев какое количество оборудования пришло? Ну, я вам не скажу цифру, конечно, вот такую. Ну, по крайней мере, хоть что-то. Да, 8 УЗИ-аппаратов, причем эти УЗИ-аппараты экспертного класса, 3D-изображение, да, когда вот сердце вы видите в трёхмерном измерении. Это и новые аппараты кювезы. Кювезы, да. Кювезы – это как инкубаторы для новорожденных, для недоношенных детей, где создаётся тепло, да, постоянная температура. Чтобы поддерживать оптимальные условия. Условия – это наркозные аппараты новые, это и лапароскопические стойки для малоинвазивного хирургического вмешательства и гинекологических операций. Это и лампы лучистого тепла, это для фототерапии желтух у новорождённых. Что ещё? Ну, лабораторное оборудование. Ну, и частично началась уже компьютеризация. Насколько вот это новое оборудование всё-таки облегчает процесс работы, процесс оказания помощи? Ну, конечно, во-первых, диагностические, те же аппараты ОЗИ, что мы раньше практически там слепую видели, а сейчас видим это… Можно сказать, воочию. Воочию видим, и, конечно, возможности оперативного лечения, то есть мы оперировать можем уже конкретно увидеть. И диагностировать и направлять детей в Центры федеральные высокотехнологичные медицинские помощи. Кстати, вот насчёт нового. Раньше тяжёлые дети, которые вот рождались с врождёнными пороками, которые нуждались в госпитализации в Киеве, предположим, в Харьков, добирались… Ну, это была проблема родителей, перелёт, переезд и всё. Получится, не получится, удастся, не удастся. Сейчас силами МЧС организовывается борт, самолёт, бригада летит, анестезиологов, приниматологов, и доставляется ребёнок уже с наркозным аппаратом на аппарате ИВЛ, доставляется в федеральные центры. То есть совершенно иной подход к здоровью ребёнка. То есть забота, конечно. И я ещё хочу сказать, что вот такой уникальной больницы, как наша, наверное, не было, как будто в Украине не было, и в России, по-моему, таких вот центров больших нет. Ведь у нас в состав больницы входят два родильных дома, две женских консультации, центр планирования семьи, детский стационар и консультативно-диагностическая поликлиника. Вот об этом мы сейчас буквально поговорим. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, телефон студии 54-62-72, а более подробную информацию о конкурсе среди врачей вы можете подчеркнуть на сайте, адрес которого вы видите сейчас у себя на экране. Возвращаемся к нашему разговору. Подробнее давайте всё-таки о больнице поговорим. Вы упомянули два родильных дома. Насколько они оснащены, насколько профессиональные врачи? Вы уже упомянули о том, что они профессионалы своего дела, но пару слов о них. Мы начинаем какой-то жизненный цикл. Мы начинаем с момента планирования беременности, с момента зачатия ребёнка. То есть семья обращается к вам ещё за несколько месяцев до рождения? Да, существует центр планирования семьи. Туда обращается семья. А если какие-то проблемы, предположим, бесплодие, то есть женщина не может забеременеть, то ей там помогают забеременеть. Затем она наблюдается в женской консультации, всю беременность, проводятся анализы. Сейчас в России очень пристальное внимание уделяется беременной женщине в плане скрининговой диагностики. То есть генетические анализы берутся по определённым... Возможно, невозможно, какие-то отклонения. Да, отклонения, врождённые аномалии у ребёнка. Эти женщины проходят у нас эту лабораторную диагностику в медико-генетической консультации. Собираются им анализы крови. То есть, опять же, женщина в женской консультации. Я смотрю, терапевт, стоматолог, окулист. В общем, полностью... Полное сопровождение идёт. Беременность женщины. И когда через 9 месяцев уже женщина начинает рожать, она поступает в роддом. Что касается роддома, вот эти вот первые, можно сказать, минуты жизни ребёнка, когда всё проходит удачно, всё проходит успешно. Какие эмоции испытывают, собственно говоря, люди, которые помогли появиться новой жизнью на свет? Такой вопрос, да. Ну, какие эмоции? Конечно... Ну, естественно, ёмкий и ответить буквально за несколько минут невозможно, но тем не менее. Ну, это чудо, да, чудо рождения ребёнка. А тем более, знаете, когда ты... Ну, это не бог, да, но когда чувствуешь вот в своих руках это новое зарождение жизни, ну, это... Это неповторимое, наверное, ощущение. Неповторимое, да. Ну, я не акушер, не гинеколог, поэтому... Ну, тем не менее, наверное, подчинённые, так сказать, сотрудники, они всё равно как-то делятся, эмоционально рассказывают, особенно когда это молодые люди, которые ещё не так давно работают, для них, наверное, каждая рода – это нечто особое. Да. Нечто особенное. Неправо. А в каких бытовых условиях сегодня находятся пациенты? Улучшились ли бытовые условия за последние месяцы? Ну, бытовые условия... Ну, не везде ещё проведен ремонт, да. Ну, сделать всё буквально за несколько месяцев – это нереально, учитывая, сколько лет. Но что плюс, что новое, да, это питание, то есть бесплатное питание трёхразовое, вот, и бесплатные медикаменты. Медикаменты. Финансирование сейчас насколько более интенсивным стало? Ну, у нас не было финансирования, то есть практически в Украине всё покупалось за счёт пациента. Всё. Ну, единственное, только экстренная помощь, да, реанимация – это всё оказывалось... Ну, по возможности, что называется. Безоплатно, да. А сейчас мы полностью финансируем всё, то есть медикаменты у нас бесплатные. Что касается людей, их отзывы. Приходят, говорят «спасибо» или редко такое бывает «прошло» и «прошло». Нет, конечно, говорят «спасибо». Сейчас нам немножко трудно в том плане. Я понимаю и родителей, и пациентов, которым у нас везде, понятно, очереди, да, везде эти все переходы. Да, естественно, опять же. Вот. И я хочу попросить терпения у наших мамочек, наших пациентов, чтобы дать нам возможность войти в светлое будущее. А мы свято верим, что у нас оно светлое, потому что всё придёт, всё будет новое оборудование, будут бесплатные медикаменты, будет бесплатное питание, и всё будет хорошо. Сложные пациенты часто попадаются в практике? Врождённых пороков много детей. С чем это связано чаще всего? Ну, положение. С образом жизни или всё-таки наследственностью? Образ жизни. Образ жизни, экология. Ну, опять же, если мать имела какое-то хроническое заболевание, да, предрасположенность определенная, да, то ребёнок, вероятность рождения такого ребёнка тоже велика. Вот. Но в основном это, конечно, больше экология, образ жизни, то есть, ну, понятно, наркомания. Зачастую всё-таки вот люди, которые планируют завести ребёнка, да, вы им какие рекомендации даёте? Относительно того, как себя вести, как поступать, что необходимо для этого? Ну, во-первых, пройти медико-генетическое обследование. То есть, ещё в период, ну, когда, ну, лучше, конечно, доженить бы ещё, да, то есть, мать, будущая мать и отец должны прийти на консультацию к врачу-генетику. Вот. Соответственно, ну, бросить пить, курить. Ну, бросить пить, курить, это, наверное, всё-таки поздно. Лучше вообще не пить и не курить. Нет, я говорю до того. Ну, да. До того, как ты, ну, принимать витамины, да, правильно питаться. Ну, вести здоровый образ жизни. Вот. И обязательно наблюдаться, вот, если девочка забеременела, конечно, надо обязательно наблюдаться. С шестой-седьмой недели обязательно прийти и встать на учёт женскую консультацию. А ваши рекомендации выполняют пациенты или бывают такие, которые не совсем обязательно? Ну, конечно, бывают. Ну, стараются. Стараются. Я напоминаю, мы сейчас разговариваем на тему проведения конкурса на звание лучшего врача 2015 года. Информацию о нём вы можете увидеть у себя на экране. Продолжаем наш разговор. На сегодняшний момент всё-таки, вот, образ жизни, который ведут некоторые севастопольцы, насколько сильно он отражается на будущих детях, на поколениях, на новорождённых? Ну, например, если мать алкоголичка, да, или наркоманка, соответственно, ребёнок рождается. Насколько я понимаю, угрозы просто на порядок возрастают. Ну, конечно. Во-первых, угроза выкидыша, да, а во-вторых, ребёнок рождается с алкогольной интоксикацией. То есть изначально? Изначально, да. А генетические отклонения? Генетические врождённые уродства, конечно, очень велики. Точно так же, как и заболевания, передавающиеся половым путём, да, тоже ребёнок рождается. Сейчас вот процент детей с отклонениями, насколько он велик и увеличивается, или уменьшается всё-таки? Ну... Потому что вот в 90-х, я помню, было чуть ли не эпидемией, да, ну, это я неправильно говорю, но взрыв, когда люди употребляли алкоголь, и количество детей с отклонениями сильно увеличилось. Ну, я не скажу, что сейчас у нас какой-то там идёт пик. То есть, наоборот, спад. Да, ну, не скажу, что спад, но очень как-то ровно, да. У нас традиционно всегда был великий большой процент врождённых пороков сердца. С чем это связано? Пытались это изучать, да, ну, как-то не получилось у нас пока ещё ответить однозначно. Ну, не сможем ответить однозначно всё-таки. Ну, на самом деле, там, я так понимаю, всё-таки несколько факторов на это влияет. Конечно, конечно. И сказать однозначно, какой именно из них определяющий, ну, крайне сложно. Для этого необходимы многолетние, наверное, исследования, причём в клинических центрах. На сегодняшний момент всё-таки как много селостопольцев обращаются к вам с просьбой помочь, допустим, вот, женщинам забеременеть, поскольку они в той или иной степени бесплодны? И бывает ли вот, что одни врачи сказали, всё, вы бесплодные, ребёнка у вас не будет, а обратившись к вам, происходит некое чудо, и люди... Конечно, чудо происходит, и я сейчас, может, не сильно владею информацией, но, насколько я помню, что за последние шесть лет, по-моему, 400 семей, благодаря Центру планирования семьи, смогли забеременеть. На самом деле это очень большое количество людей. Да, очень большое количество людей, и сейчас у нас есть возможность искусственного, экстракорпорального оплодотворения, но пока не на нашей территории, не в Севастополе, а в федеральных центрах, но тоже на безоплатной основе. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Я напоминаю, вы смотрели программу «Акцент» и фиржеинформационного канала Севастополя продолжается. Не переключайтесь. Спасибо.